чем о Ромашке. Уже это увеличит доходы бюджета примерно в два раза и даст профинансировать нормальные пенсии, социальные программы, дороги, школы, больницы. Уже это существенно изменит ситуацию лучше. Ну а дальше, конечно, надо будет работать над существенным дроблением этих монстров, потому что такие монстры не могут эффективно управляться. Я хотел бы сказать, что, наверное, я не очень хорошо разбираюсь в этом сфере, но у Газпрома и у прочих предприятий есть какой-то совет правления, в который входят государства и частные лица. Если я правильно понимаю, что нет, братья? Ну, у Газпрома есть совет директоров. Формально Газпром — это ОАО. Но крупнейший акционер Газпром — это государство. Нет, крупнейший акционер Газпром — это компания «Газпромнефть». Она же крупнейший акционер Газпрома и Роснефть. А уже «Газпромнефть» — акционер государства. И «Газпромнефть», которая работает типа 11 человек, назначает Советы Директоров «Газпрома» и «Роснефти», получает всю прибыль, а дальше уже через какие-то схемы ее оптимизирует и платит вот такую фигушку налогов. Ну и «Газпромнефть», вот эти 11 человек, все они прям вот друзья и однокашенки. И «Газпромнефть», я, «Газпромнефть», «Газпромнефть» — я извиняюсь за ошибся. Этого больше не будет, этой прокладки не будет. Да, пожалуйста. Я, Аниме, спасибо, что приехали к нам в город, учиться, чтобы поделиться, и хочу задать вопрос, на который Навальный не смог бы обидеть. Как ваше отношение с Ройзманом в Угене и занимаемся сейчас? Ройзман Евгений Вадимович — единственный мэр города, который нас встретил, Гулял, показывал нам свой замечательный музей, из которого мы провели в каких-то беседах о политике и в будущем 4 часа, когда мы были в Викторинбурге. И это уже отличает его от всех других российских политиков. У меня есть, я знаю, Евгения 2 года назад. В Викторинбурге, там, можно занять по парадным вопросам. Ну, я думаю, удачная ситуация, это не очень. В чем-то я его поддерживаю, в чем-то я его не поддерживаю. А в чем-то, я согласен, в чем-то сильный, например, там, ну, в деле Андрей, за реализацию, за... Вы смотрят, да, в нынешнем виде, а он, очевидно, очень сильно против. Но, фундаментально, он, безусловно, является политикой парады, и, безусловно, Россия была совсем другой стороной, если бы не было больше таких мэров и разных, но таких открытых, публичных, не боящихся общаться там со всеми, с политическими сторонниками, конкурентами и так далее. Ну, и вообще, имеющих собственное лицо. Потому что сейчас большинство мэров городов безлики, их никто по имени не знает, вообще не понимает. В этом смысле Ройзман очень хороший мэр, и я очень горжусь, что в моем родном Викторинбурге вперед. Хотя, там, политически, наверное, можно найти больше позиции, где я с ним не согласен, чем где я с ним согласен. Здравствуйте, Леонид. У меня вопрос по поводу протеста 26 марта и ответа, который мы недавно получили от Митя Анатольевича, и, то есть, не ответ на... А компот? Да. Как бы, компот. Вот. А какие дальнейшие действия планируются? У меня нет ответа на этот вопрос. И, может быть, у Алексея он есть, а, может быть, у Алексея нет ответа на этот вопрос. Интересно будет вам. Ну, это тоже, о чём все журналисты спросят после этого приёма. Я концентрируюсь на работе штаба на компании. Протесты не организуют. Протесты возникают. История была такая... 2 марта вышла наша расследователь. 13 марта его посмотрело, там, 10 миллионов человек. И мы поняли, что ответом нам будет молчание. И Алексей ехал из Орла со свидания с Олегом. И из машины он пишет, что... Слушай, злость берёт. Ну, просто злость. Вот я еду, блин, по Орловской области, по Курянской области. Там какое-то запустение, нищета, пустота и просто ничего. Да, то есть просто бурьяном поросшие поля и разрушенные деревни. А эти... Не буду точно цитировать. Украли 70 миллиардов, сидят на них и ничего не отвечают. Так нельзя. Давай зафигачим заявку наметим. Я говорю, типа, ну... Вдруг никто не выйдет. Он говорит, неважно. Выйдет там 10 человек в 10 городах. Всё равно мы покажем, что есть люди, которые стоят на чётких моральных позициях, считают неприемлемой ни коррупцию, ни абсурдцев. Подали заявку Москвы. На следующий день в регионах было подано 50 заявок. Через три дня было подано 82 заявки. Потом было подано больше 100 заявок. Это произошло само. Это никто не организовывал. Это... Было абсолютно какое-то стихийное истории. И нет какого-то рецепта, как взять и вот это там повторить. Но, очевидно, оно есть в Москве. Очевидно, оно наболело. Очевидно, вот что-то там срезонировало и сыграло. И, ну окей, там, талант, политика, вот у меня его, очевидно, нет, потому что я этого не почувствовал. А у Алексея, он, очевидно, есть, потому что я это почувствовал. Заключался в том, чтобы понять, что 14 марта – это правильный день для такого эмоционального шага, чтобы подать эту заявку. И окажется, что ее подхватит 100 городов, и мы увидим там крупнейшую мирную акцию протеста за многие-многие. В этом смысле, ну, я верю в талант Алексея, что он снова почувствует, когда, там, его политическое чутье, там, срезонирует с настроением общества в следующий раз. Но специально это все, как бы, организовать вот по календарю и по команде невозможно. И так и не должно быть. По команде они вот только, опять же, там выгоняют Ростов и Бог. Да, пожалуйста. Я не трогаю. Я не трогаю. С 26-го числа из вашего офиса в Москве было изъято, даже можно сказать, украдено оборудование все. Да. Дали ли вам объяснение? 26 марта, во время трансляции, которую я вел, когда нас, там, арестовали в офисе ОБК, у нас было вынесено значительное количество оборудования, удалось ли узнать его судьбу и так далее. Значит, мы написали заявление по факту преступления, потому что его утащили просто так. То есть не в рамках никаких... То есть это не было ни обыск, потому что уголовного дела нет. То есть просто вот его взяли и утащили. Люди в форме, люди без формы, не давая никаких объяснений. Знаете, заявление мы, конечно, пока не получили никаких ответов. Хорошая новость заключается в том, что они исходили из того, что что побольше, то и подорожки. Ну, грубо говоря, то есть они утащили какую-то огромную лампу, ну, там, свет, правда, которая, там, здоровая, которая стоит, там, 50 тысяч, и не утащили микшерный пульт, который стоит 2 миллиона, за который мы очень сильно переживали. То есть мы не знали, что что украли, но когда мы вошли в офис, мы поняли, что ущерб, там, не 6 миллионов рублей, которого, которого мы боялись выкидывали, а 1600. Ну, мы уже, там, все восстановили просто. Ну, я надеюсь, что когда-то покраденная к нам вернется. Пожалуйста. Добрый день. Не, вот за вами мужчина, а потом вот. Еще раз, добрый вечер. У меня такой вопрос, вот, опыт именно этого 26 марта показал, что мы вызвали очень шокий резонанс у народа, и вот именно я, когда вернулся уже из ЭВС, мне люди очень многие говорили, что они меня поддерживают. Ну, большинство, конечно, очень запуганы властью, но они все-таки увидели, что это власть. Можно сказать, если не фашистующая, то очень подавляющая народ, собственно. Вы... А вопрос? Вопрос сейчас будет истекать. Послушайте. Развитие ситуации в нашей жизни может проистекать по-разному. Прониклинируете ли вы акции не только как митинги, но как противодействие этой власти, то есть использование исторически накопленного материала... Искать поезда под вопросом. Нет, не понял. Мы за... Актов гражданства неполновительной жизни. Мы за мирный процесс. А... Нет, ну я тебе это рассказал. Да, да, да. Нет, ну вы... Я услышал вопрос. Мы не поняли. Хорошо, ну давайте. Изучали ли вы эти вопросы, этих мировых, так сказать, исторических, которые происходили раньше, на ухте, например, Махатны, Ганди и для других? Ну, как вы копнули. Мы изучаем. Я в спецприемнике начитался про Францию 68 и про много, про много чего. Мы изучаем мировой опыт, но... Одними протестами же, митинами ничего не добьешь. Ну, значит, для этого как-то все креативить постоянно. Мы не строим баррикаду, это неплохо. Я занимаюсь компанией предвыборной и организацией штата. Мы видим, что сама по себе предвыборная компания является суперэффективным инструментом мобилизации, суперэффективным инструментом вовлечения людей в политическую деятельность, в протестную деятельность. Мы видим, что благодаря компании приходят люди. Все-таки не случайно из 100 заявителей митингов 26 марта, человек 40, это были уже в тех регионах, где у нас открыты что были или где еще не открыты что были, но назначены координаторы, это были наши региональные координаторы. Получилось так, мы специально этого не планировали, я только что рассказывал, откуда взялся митингов 26 марта, но получилось так, что мы выстроили инфраструктуру для политической работы. Политическая работа может принимать самые разные формы, иногда неожиданные, от итальянских забастовок, еще чего-то. Пока мы остаемся в рамках своих правильных моральных позиций, не поступаем со своими принципами, и пока мы остаемся в рамках мирного ненасильственного протеста, все формы политической работы хороши, доступны и правильны. Какая из них будет наиболее эффективность в данный конкретный момент времени, это иногда получается поймать и почувствовать у людей, у которых есть большие политические таланты, и она это упала. Да, молодой человек. Добрый день, Леонид, скажите, пожалуйста, может ли действующая власть каким-то образом помешать выдвижению Навального в президенты в связи с его недавним уголовным преследованием? Значит, первое. Сейчас никаких предательствий для выдвижения президенту Навального нет. У него сейчас нет судимости по тяжкой судимости. Вот все очень хотели знать судимости, нет. По Кироплесу, когда был новый приговор, переписан под копирку со старого, Кировский областной суд это все не принял, завернул, и сейчас оно подвешено в совершенно неопределенном состоянии, пока новый суд не назначен. Сейчас у него нет судимости, это первое. Второе, и более важно, конечно, они не заинтересованы в его участии в выборах, и, конечно, они будут делать все, чтобы его не пустить. Б. Рассказывать нам, что сопротивление бесполезно, мы его все равно не пустим. Мы еще увидим осенью много умных статей условно приличных людей, уважаемых политологов и экспертов, которые скажут, что, ну, ребята, ну да, мы понимаем, Алексей такой классный кандидат, вы знаете, ну, смотрите, ну, по закону, ну, написано, дуралекция, значит, вот, ну, не может. Ну, давайте, там, последний раз, там, объединимся вокруг Дегови Алексеевича Явлинского, а Алексей, там, получит свой шанс в 2024 году. Попомните мое слово, такого будет очень много. Ответ один, не ведитесь. Решение о допуске или недопуске Навального Купорова не принято. Будет приниматься политическим администратором по ситуации в декабре и не ранее того. И будет приниматься, исходя не из юридических соображений, а из прагматических. А юридическое оформление воспоследует. Прелесть и проблема России заключается в том, что юридическое оформление всегда следует за политическим решением. Как в свое время Госдума в вторых чтениях за один день приняла закон, запрещающий судимым баллотироваться, руководствуясь высшими соображениями гуманности, так она, если надо, будет руководствуясь высшими соображениями гуманности в вторых чтениях за один день его администратором. Как этот закон был специально под Навального принят, чтобы он не мог баллотироваться, так, если надо будет, он и будет администратором. Вопрос в одном, какой мы сможем создать нашей компании, мы ее потому и начинаем за год. Политическое давление. Сможем ли мы сделать так, чтобы они поняли, что политические издержки от недопуска Навального на выборы больше, чем политические издержки от его допуска. Сможем, значит он будет допущен, а юридическое оформление будет должным образом организовано. Не сможем, не будет допущен. Но я думаю, что сможем, потому что наша идея достаточно простая. Это то же самое, что мы делали в 2013 году на Марске. Тоже никто не собирался никого Навального никуда не пускать. Был, опять же, специально принят этот так называемый муниципальный фильтр, который специально и существовал для того, чтобы можно было решать, кого пустить, кого не пустить и неугодных кандидатов не пускать. Но мы начали кампанию. Мы делали политическую работу. И к тому моменту, когда надо было принимать решение о допуске или недопуске, мы создали такую ситуацию, когда вся Москва понимала, что это выборы Собянин. Против Навального. Навальный против Собянина. Ну, как в Америке, где все понимают, что выборы это Трамп против Клинтона, и никто не помнит про Джилл Стайн и еще шесть или восемь других кандидатов. Точно так же мы, введя политическую кампанию, смогли всю Москву убедить в том, что это Собянин или Навальный. И после этого Собянина уже не было другого выбора, кроме как его допустить. Хотя никакой закон не предусматривал никакую там процедуру передачи подписей муниципальных депутатов. Это абсолютно незаконная процедура. Но не допуск означало бы, что, ну как, нет никакой легитимности Собянина, испугался своего единственного конкурента. Вся Москва над ним смеется и воспринимает его как посмешище, а не как мы. Мы, нашей кампании, создали такие условия. Нам предстоит за предыдущий год повторить то же самое в масштабах страны. Объяснить всей стране, что это не выборы Путин, Зуганов, Жириновский и Ювилинский. Что это выборы Путин или Навальный. И выбор именно такой. И в этом случае он обязательно будет допущен. Пожалуйста. Я хотела спросить, ваше отношение, скажем так, наше участие в заявленном митинге, допустим, на 21 апреля? Точно так же, как в моем примере из ответов на три вопроса тому назад, я говорил, что Григорий Алексеевич Ювилинский не является начальником или пастухом члена партии «Яблоко», точно так же я не являюсь, или Навальный не является начальником или пастухом в семействе тысячах зарегистрированных волонтеров или в том же там тысячах зарегистрированных подписантов. Решайте для себя. Мы... Хотите, идите, не хотите, идите. Прислушайтесь к себе, к своему, к морально-нравственному камертону. Если вы считаете, что это дело правильное, идите. Нет, не идите. Я, ну да, не буду скрывать, я вот буквально сегодня, пока мы ехали из Краснодара в Ростов, как раз с Михаилом Борисовичем общался, переписывался и обсуждал эту историю там про 29 апреля, и там обсуждал там, он как раз спрашивал, вы будете поддерживать или нет. Я ему сказал то же самое, что я вам сказал. Что? Как и про 26 марта. Нельзя взять и организовать митинг. Типа, а давайте так организуем митинг, чтобы на него все вышло. И так не бывает. Люди либо выходят, либо не выходят. Вот в зависимости от того, попали мы в резонанс с их настроениями сейчас или нет. Вот 29 апреля мы увидим, попадает эта история в резонанс или нет. Свои соображения я оставлю. Восибирск. Пожалуйста. Я там в Новосибирск, совсем недавно, как бы не осмотрен, а окупанел, как говорят местные, поэтому у меня, в принципе, окупание, ну, вы не знаете, что не окупание. В Новосибирске, я говорю, много предприятий уже закрыто, градообразующих порядка не сети, вот, поэтому у меня вопрос, что будет, и, как правило, ну, практика показывает, что Томск, Новосибирск, те люди, которые разваливали предприятия, они идут обычно на повышение, там, мэры, губернаторы, вот. У меня, собственно, вопрос, какая будет, ну, стратегия с теми предприятиями, которые развалены, но не до конца сидят на подсосе, сдают цеха в аренду, да, так скажем, но еще существуют, как бы, да, и с теми начальниками, губернаторами, ну, как он будет устраивать свою позицию, позицию, да, какая-то продагентная. Значит, большинство. Второе. Как Навальный относится к Жуковскому, Потапенко и Мальцеву? Вот три человека. К Жуковскому, Потапенко и Мальцеву. Про Мальцева его много раз спрашивали, он много раз видел, что при естественных разногласиях, по целому, это вопрос. И он в целом воспринимает Мальцеву как политического союзника, и Мальцев воспринимает Навального как политического союзника. Опять же, потому, что любой независимый политик, который критикует власть, аргументированно критикует власть, и имеет своих сторонников, безусловно, органически является нашим союзником. Про Жуковского и Потапенко ни разу не спрашивали, или я не слышал этого ответа, поэтому я за него не буду говорить. Да, ну, как бы. Какой ваших выставок будет? Я мало знаком с творчеством Жуковского, я понимаю, что это кто-то типа поп-экономист, который там простыми цифрами жонглирует, объясняет, как все плохо. Ну, наверное, если в этих цифрах все хорошо, то это, наверное, вполне не вредно. Потапенко, ну, к сожалению, он, в общем-то, выполнил роль такого, скорее, клоуна вот с этой всей партией Роста и с его смешным очень походом на выборы в Госдуму, поэтому у меня к нему весьма осторожное отношение. Что касается цехов, губернаторов и так далее, этот вопрос надо разделить на две части. На одну из них ответить просто, на другую ответить достаточно сложно, но я постараюсь. Большинство действующих губернаторов, безусловно, вовлечены в коррупцию, безусловно, являются преступниками, совершающими преступления, предусмотренным действующим уголовным кодексом, то есть не надо ничего нового придумывать, надо расследовать эксплуатационные дела, судить и наказать. Что касается градообразующих предприятий, цехов и так далее, тут нет простого ответа, типа, фигакс, Навальный стал президентом, и везде расцвел город-сад, и все стоящие заводы за работу. Попытка ответить на этот вопрос должна быть связана, честная попытка ответить на этот вопрос, должна быть связана, опять же, с одним из шести ключевых тезисов нашей программы, с тезисом о децентрализации, с распределением денег и полномочий на места в регионах муниципалитета. Как? Каким образом? Сейчас в муниципалитете, я уже про это говорил, в Новосибирске остается 18% собираемого НДФЛ, а в Краснодаре в муниципальном бюджете остается 20-20% собираемого НДФЛ. Все остальное уходит выше. Это только НДФЛ. Налог на прибыль? Ноль. НДС? Ноль. Почти все остальные налоги, кроме парочки мелких налогов, ноль. Вопрос тогда, а какой стимул? Здесь с нами согласен, помните, была такая визотка, когда губернатор Миниханов, президент Патерстана Миниханов, говорил пламенную речь. А зачем мне сейчас, в нынешнем бюджетном кодексе, в нынешнем экономическом условии, чем-то заниматься? Зачем мне, там, ездить, не знаю, в Турцию, привлекать каких-то инвесторов, чтобы они строили какой-нибудь цементный завод или автомобильный завод или что-то такое, у меня в Татарстане. Если все налоги, которые будут с этого все заплачены, все равно уйдут в Москву. Я сколько заработал, столько и отдам. Он говорил, конкретно, 8 миллиардов мне эти инвестиции принесли, 8 миллиардов в Москву забрал. Все так говорили, даже такой системный чек, как президент Миниханов, губернатор Калужской области, Артамонов, который все время очень сильно преуспел. Я езжу на Фольксване, сделанном в Калуге. Все время он шутки этим гордился. Он туда притащил много-много автомобильных производств, создал целый кластер. Тоже недавно говорил то же самое. А зачем теперь все это, если в регионе с этого остаются шишки? Вот я думаю, что ответ в это. Сейчас у мэра, у губернаторов нет вообще никаких стимулов делать так, чтобы приходили инвесторы, инвестировали в производство, в развитие производства и так далее. Децентрализация налоговой системы и более справедливое распределение налогов по уровню бюджетной системы видимо способна стимулировать возрождение производства и привлечения инвестиций на места. Хотя это непростой и долгий процесс. Но честный ответ на ваш вопрос, тем не менее, на мой взгляд, звучит так. Девушка без зеленого. Да, наши отношения резко негативные. Вот, и хотелось бы узнать, вообще команда Навального в суде на принятии, как вам нравится? Команда Навального есть такой важный проект, ценация права, где сидят люди, мужественные люди в грязезащитных костюмах и копаются во всем творчестве Государственной Думы. Последний созыв. И анализируют закон о законах, потому что тут же еще понимаете, как мы говорим там, закон о, там, закон Димы Яковлева или там, закон о декриминализации домашнего насилия и так далее. Но вы же понимаете, что там нет такого, что закон именем Российской Федерации бить баб теперь можно. Там немножко все сложнее. Там написано, внести поправку в пункт 16 закона номер 184 ФЗ, исключив слово «нельзя» из пункта второго абзаца. И там, пойди разбирайся, а что это такое, значит, за слово «нельзя» и к чему это все приводит. А плюс еще в этом законе может быть несколько параграфов, и там три из них вполне разумные, а три из них совершенно ужасные. И вот у нас сидит целая команда, терпением которой я удивляюсь, которая сидит и вот этим занимается и составляет там реестр таких законов, подлежащих отмене. Там работают юристы, там работают общественные деятели, при этом в проекте санация права есть общественный совет, который рассматривает предложения юристов и выносит свои рекомендации. И таким образом мы в этом смысле готовы. У нас есть реестр законов, которые подлежат отмене или корректировке. Но так, чтобы этому, как сказать, чему-то разумному не навредить, эта работа нами уже проделана. И, конечно, декриминализация домашнего насилия там есть. Здравствуйте. У меня в догонку вопроса. Две штуки. Что вы собираетесь делать с пакетом яровой? Пакета яровой не будет. Это я вам говорю. Как понятно. Как основатель общества защиты интернета, я хочу сказать, что в прекрасной России будущего не будет а пакета яровой, б росту надзора. И второй вопрос. Какие методы борьбы, либо, скорее, фильтрации вы хотите включить, чтобы исключить именно текущую некомпетентность в законодательном аппарате? То есть сейчас там сидят, особенно в Госдуме... Ну, это очень простой вопрос. Она появится с возвращением политической конкуренции. То есть политическая конкуренция включит положительный, естественно, отбор вместо нынешнего отрицательного. То есть когда Госдума... При президенте Навальном Госдума не будет состоять на 80% из партии Прогресса. Не исключено, что там партия Прогресса будет в существенном меньшинстве, и ей придется вести сложную коалиционную работу. Мы к этому готовы. При президенте Навальном парламент станет местом для дискуссий, в которых будет коваться истинная и профессиональная закона. Вот. Мое личное мнение именно, что именно в законодательном аппарате непосредственно политическая сила должна быть ниже, чем интеллектуальная сила. По идее, там должны быть люди более интеллектуально способные, потому что им необходимо будет охватывать и анализировать большие части. Но еще раз, мы не можем сказать, что мы на выборах в Госдуму пускаем только тех, у кого IQ 120 и больше. Но политическая конкуренция приведет к этому. То есть сейчас человек, если хочет идти на выборы, и при этом нет члена Единой России, и хочет быть независимым политиком, он должен столкнуться с тем, что у него там одожмут весь бизнес, заведут на него парочку уголовных дел, LifeNews будет подглядывать ему в замочную скважину, и так далее, и так далее, и так далее. Он сталкивается с огромным количеством рисков. И эти риски большинство людей отваживают от того, чтобы идти в публичную политику. В конкурентной политической системе так не будет, в политику будут идти лучше. Друзья, у нас время аренды зала подойдет к концу через совсем немного минут вместе с моим голосом. Давайте попробовать так. Я постараюсь на все ответить, кто еще не спрашивал. В формате короткий вопрос, короткий вопрос, и я буду планироваться в блиц. В блиц формате отвечать. Пожалуйста. А люстрация вообще планируется? Люстрация планируется. А если да, то кем? Кто будет ее выполнять? Люстрацию никто не должен выполнять. Люстрация, тут все дискуссии связаны с неправильной трактовкой этого термина. Люстрация это наказание без вины. То есть поражение в правах без вины. Люди, совершившие конкретные уголовные преступления, получат право на лучших адвокатов, на суд присяжных и так далее, но они будут осуждены по действующим статьям действующего уголовного кодекса и действующим преступлениям. То есть взяточников, преступников, людей, которые шлят политической тензуры, их не надо люстрировать, их надо судить. Люстрация это когда мы говорим люди, которые занимали политические должности в аппарате Единой России, даже если они не совершили никаких доказанных преступлений, лишаются права баллотироваться в органы власти навсегда или в течение какого-то времени. Люди, которые служили в ФСБ, как в Чехии, была очень объективная иллюстрация, даже если кто-то в борщице был в чешской груз безопасности, но там до 91-го года, ты не имеешь права занимать определенные государственные должности. Бизнес, пожалуйста, государственные должности нельзя. Логика иллюстрации такая, чуваки, вы были у власти, вы провалились. Мысль, то есть доказано, да, вы провалились. У нас там ВВП вырос там за последние 10 лет в 10 раз меньше, чем у большинства стран ВСР. То есть, вы профейлили, то есть, вас больше там туда запустить нельзя. Это болезненный вопрос, но иллюстрацию не сушитляют конкретные люди. Иллюстрация это набор простых правил. Если ты работал тем-то до такого-то срока, занимая такую-то должность, ты не можешь занимать такие-то должности. Это болезненная мера, но она показала огромную эффективность тех стран, которые на нее решились и провели, и в России она тоже будет. А что по вашему и по мнению может быть Алексея должно стать бесконечными дворцами и яхтами и прочим нашим незаконным... Ну, то, что можно продать и обратить доходы бюджета, можно продать и обратить доходы бюджета. То, что нельзя продать в руку, блин, красивый, не знаю, детский онко-центр. Скажите, пожалуйста, а что по поводу дальнобойщиков и какая позиция у Алексея к этому вопросу? Ощущение, что он дистанцируется... Буду отвечать, как раз. Позиция Алексея по поводу дальнобойщиков, кого угодно. Она такая. Все такие политические, все такие силы, которые возникают, сразу начинают очень сильно раскалываться. И начинают консенсальные люди и говорят, тихонечко-тихонечко, только не политизируйте, и мы тихонечко договоримся. Ну, и потом их кидают. Секрет успеха любых таких протестов от Пикалева до дальнобойщиков об одном, к политизации. Если эти люди набираются смелости, чтобы выдвигать политические демнения, они выигрывают. Так, короче. Кажется, вопрос по поводу Чечни, как дотационного региона. Чечня дотационный регион. Чечня получает 60 миллиардов наших с вами денег, субвенции, ежегодно. Это огромная черная дыра. Но вы лучшие